Ваш комментарий по двум играм, спаренным с Интерхимом? Вы рассчитываете дома сыграть против Интерхима Лодшин? Против Интерхима однозначно. На какое место вы нацеливаете команду в этом сезоне? Предварительно у нас, как всегда, задача попасть в четверку, а там будем смотреть уже по результатам чемпионата. Теперь к вам вопрос. Как вам кажется, чего не хватило вам и вашим подругам для того, чтобы где-то там два очка была уже разница? Наглости, напора. Ну, плохо играли немного в защите, в нападении не попадали, но над этим всем будем работать. Команда Одессы хорошая, но можно с ней играть, нужно с ней играть. Ну и дома рассчитываем выиграть только. Ну, пока прошло только несколько игр в чемпионате, как вам кажется, над чем надо поработать больше всего в вашей команде? Больше всего защита, защита, нападение. Ну, я думаю, над всем нужно работать. И каждую команду нужно разбирать, будем разбирать. Спасибо. Ирина Викторовна, ваш комментарий двух игр, чем-то они отличались друг от друга? Ну, в общем-то, я думаю, что вчера мы сыграли. Многие игроки стартового состава, они сыграли свою игру. Вот, но помогла молодежь. Хорош, хорошо провели. И Кристина Карп, тоже как ветеран. Ну, не ветеран, а, в общем-то, ее в стартовой пятерке хорошо сыграла. Вот, соперник Винницы очень, ну, непростой, для нас всегда сложный. Ну, вчера мы не показали свою игру. Я так сказать, и выиграли. Это было приятно. Сегодня получилась немножко такая игра, как на качелях. У них очень хорошо получили дальние броски. Стальник забили на 6-х очков. Ну, из 21-го они 10 дальних забили. Это, ну, хорошее преимущество. Они себе создавали за чертальник бросков. Ну, в общем, мы диктовали всю игру, ну, ход игры. Не все получалось. Много было промах кольца. Ну, как-то я думала, что все равно победа будет за нами. Вот, и, в общем-то, сегодня игроки стартовой пятерки, и Митин, и Мусиенко. В общем, хорошо сыграли. Вот, но еще не все нашли свою игру. Только начало чемпионата. Поэтому, надеюсь, будем улучшать армию. Спасибо всем болельщикам, кто пришел нас болеть, поддержать. Нас очень приятно. Лиза, теперь у тебя. Так, как-то получилось, что после несколько лет Винница на нас регулярно или отбирает очки, или, во всяком случае, сильно трепет нервы. Вот есть какое-то такое отношение к этой команде у наших девочек? Да, всегда было сложно с ними играть. Даже когда у нас был один чемпионат, который мы провели вообще без поражений, мы проиграли дома им одну игру. Вот. Ну, соперник такой жесткий, они дерутся, дают бой. Так что, ну, мы это стараемся, мы тоже как-то даем отпор. Ну, да, мы разбирали их, готовились. Ну, вот так получилось. Вроде как отыгрались. Вот вчера, да, не очень удачная игра, не наша игра. А сегодня, ну, у них тоже пошло, и у нас пошло, и у них пошло. Ну, такое. В общем-то, все прошло хорошо. Ну, ты сегодня набрала очень много очков, как-то считаешь, ты уже разыгралась, в чемпионат вошла? Ну, думаю, да. Ну, так это еще не самое лучшее, ну, очки это не самое главное, надо еще на команду больше играть. Вот. А так, ну, будем работать над этим. Как ты думаешь, насколько вы готовы к матчам против киевских команд? Ну, это еще не совсем скоро, но... Ну, мы в процессе подготовки. Да, уже скоро. Вот. Мы готовимся до сих пор, мы будем с ними бороться, и мы не ставим план на линии выше нас. То есть, ну, все в наших руках. Все. Спасибо.